в Санкт-Петербурге. Ну и еще о флоте, на этот раз не военном. В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях на воду будет спущен третий супертраулер русской рыбопромышленной компании «Механик Сизов». В церемонии примет участие президент Владимир Путин. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Антона Подковенко. Он с нами выходит на прямую связь из Санкт-Петербурга. Антон, приветствую. В чем особенности нового супертраулера? И как именно, если уже подробности, будет проходить его спуск на воду? Да, Ольга, приветствую. Сейчас все расскажу. Прежде всего отмечу, что здесь, на заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге, уже достаточно скоро ждут Владимира Путина, который примет участие в той самой церемонии спуска на воду рыболовного супертраулера «Механик Сизов». Как вы видите, это достаточно большое судно, солидные пропорции, но при этом удивительно гармонично созданы. Оно очень пропорционально выглядит. И надо сказать, что это действительно супертраулер. Это подчеркивают эксперты. Длина судна 108 метров, экипаж 139 человек. Судно может развивать на море скорость до 15 узлов. Это 28 километров в час. Очень приличная цифра для таких солидных габаритов. Но что самое главное, то что это судно сможет вылавливать до 60 тысяч тонн рыбы в год и производить до 15 тысяч тонн филе и сурими. Это измельченное мясо рыбы белых пород. И этот продукт сурими, как говорят эксперты, еще никогда в России, собственно, не производился. Ну, конечно же, уникальность данного траулера не только в этом. Он еще и совершенно экологически безопасен. Это производство крайне экологичное. Он все погодный. Не боится ни льда, ни шторма. Траулер, механик Сизов, назван в честь ветерана рыбопромыслового флота Владимира Сизова, который 30 лет ходил на китобойных судах. Ну, конечно же, промышлять это судно будет не Китов, а Сельдь и Ментай. Это третий траулер в серии судов такого класса, который создается в данный момент на верфях в Санкт-Петербурге. И надо сказать, что, конечно, его спуск, который приурочен к дню ВМФ России, к 325-летию российского флота, как говорят создатели этого траулера, он говорит о том, что гражданское судостроение в нашей стране не просто возрождается, но еще и выходит на новые, действительно мощные перспективы. Спуск на воду траулера ожидается уже в самое ближайшее время. Мы, конечно же, расскажем и покажем. Ольга. Спасибо, Антон Подковенко. О сегодняшнем спуске на воду траулера механик Сизов. После короткой рекламы еще больше новостей. Оставайтесь с нами. Спасибо.